Будет в ебаных динозаврах играть Вот такой вот денёк сегодня был, конечно На РГГ Немного тяжким грузом на мне все эти японские рероллы, конечно, лежат Но я считаю, что я максимум возможного сделал То есть посмотрел все эти игры Кроме стратегии, но... Тут Каменка пытается тоже шутить в стиле кривого зеркала Но им далеко до мастера Мастер Понимаете, ребят, для этого нужен талант Вот чувствуется подделка какая-то, вот искусственность того же Помнишь, мы какое-то адовое говно смотрели на Новый год, блядь? Шоу комедийное, типа в скетче, ну типа пародия на 6 кадров Но только совсем, блядь, не смешное Типа какие-то дальние родственники, такая поебень вообще адовая Ты ещё поверить не мог, что это, блядь, реально существующее шоу Типа пиздил меня ногой, что мы спим там, или типа того Блядь, надо записывать такие вещи, понимаешь? Там причём только 3 локации было Это ментовская, якобы типа это Контора, улица и квартиры Вот там все скетчи, блядь Вообще не смешные пиздец Ещё какой-то известный довольно чувак из квартета И там был А, представляешь, нам, эээ, мне скинули На нас гонит какой-то петух Квенщик, короче, известный в сомилии Чё-то Кравченко или не Кравченко На тебя, а не на нас Мы, мы хуже, мы не ДКВНщики, мы дно Ааа, потому что, блин, я же записывал себе Как-то там прямо Или не Кравченко, а как же его звали-то Кравченко, всё правильно Ну хахаха Крагович, Кравченко, Штайнер Должны умереть Во, 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 тут и про тебя, кстати, есть Я-то при чём Я в обзоры на игры Нет, там и при тебя есть Главное не молчать Интересуйтесь к тому же творчеству каких-либо видеоблогеров Слышишь? Кравченко, Хованского, Давыдова И прочих интернет-комиков Вот здесь сразу интернет-комики Она визита в кавычки Я так понимаю, человек изначально иронично относится К творческой деятельности данных ребят Я могу сказать про них То, что Немножко такое вступление Вот в 90-х КВН заменил профессионалов на телевидении Потому что профессионалы успевали заполнять тот контент Который им был необходим Потому что очень много А у него там это, нимба нет над головой А КВНщики, они стали таким цехом Который штамповали контент-пачками То есть не успевала команда выступить Высшая леди, как хуже она создает свой проект И КВН стал таким институтом Откуда вышли сценаристы и акции И продюсеры, то есть они захватили телевидение КВНизация вообще произошла КВНизация У меня рели не было Слушай, человек вообще прав вообще до всех 100% Но так может показать, что псих какой-то вещает А ведь не было закалки И парадокс не умею найти Да, мы не генерим парадоксы Да, мы не генерим парадоксы Ты ходил куда-то? Блядь, погоди Войдауны, блядь Они видели в своей жизни, я не знаю, стендап какой-нибудь Клоуна ебаного, блядь С этим стендапом Такой сидит, короче, жирный чёрт С 11 тысяч подписчиками И рассказывает на вопрос Ну, говорит, например Вот вы меня спрашиваете Хотел бы я там, типа, больше эшелона КВН Ну да, типа, хотел бы Я б там всех, типа, приладил Вот вы меня спрашиваете там Чё насчёт Квартета ИИ Я вам скажу Совершенная, типа, херня Сделали два смешных фильма Убого И в этом сидит с таким, ну, серьёзным Сейчас ещё про тебя будет Подожди Давай, да, да С какой-то ситуацией Ну, когда комик выходит и пытается рассказывать о том Как он провёл вечер вчерашний Он ничем не отмечается от балабура Который в поезде развлекает публику И просто травит тупо байки Как глубоко То, что делает он Себе может позволить только комик Который уже годами оттачен Который известен Который популярен Который просто может уходить в зал Его все узнают И он просто может рассказывать о своей жизни в гостинице О том, как он ехал в Макси Да, потому что этот комик делает это интересно Но то, что делать в Саванске, это обычно на наложник Просто такой же, как Петросян и любой из прямого зеркала И того человека, который Любого дядечки, любого чувачка Типа Игоря Маменко Который тупо травит байки Кого? Игорь Маменко? Кто это, блядь? Он начинает обвязаться Я прекрасно понимаю, что такое сетап и панчлайн Сетап это формирование ожидания А панчлайн это разрушение ожидания И он опять не попадает Потому что он элементарных вещей не может понять То, о чем он говорит Это лишь один из примеров написания шутки Ну, по сути, это обманка Да, на самом деле Её разрушил, то есть обманул зрителя Но это никак не сетап и не панчлайн Он бы с Ларином подружился, наверное Кто-то в КВНе одни шутки Так, у меня в чате Игорь Маменко нашелся Охуевает сидит Это про Давыдова сейчас? Вообще продавец, если не ошибаюсь, Эльдоратор Знаете, на курсе на видео, где он рассказывал про Ларина И там он рассказывал о том, что он тоже не признает ни сетапов, ни панчлайнов То, что он такой весь из себя, как бы он и так сам по себе такой юморист И ему даже говорят либо люди, которые его, ну в компании, которые с ним общаются Говорят, Илюх, ты такой юморной Вот эта фраза юморной, она как нельзя, кстати, его характеризует Это, ну, Лагуру, знаете, в каждой компании чувак, которого хрен заткнешь Он говорит, 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 он вспоминает все скетчи Рассказывает анекдоты Рассказывает какие-то из нашей Раши какие-то выкрики Блядь, я никогда этого не делаю Зачем он меня с грязью мешает? Я не рассказываю анекдоты, я вообще считаю анекдоты для Дауна Блядь Возьмите Мэдисона к себе Хочу в КВН Ищет, блядь, этому Дмитрию Кравченко Вот, Дим, смотри, какой смешной человек Возьмите его к себе в КВН А Дмитрий тебя еще и не берет Блядь, я из-за этого проигрывать начал, из-за этого хохла, блядь Благборец способен пошутить просто дитумы И как попугай не дает информацию, которую он запомнит Вот такое у меня отношение И причем, приходит на стендап Я просто с такими придурками, знаешь, организовывал бы турниры, блядь По сетапу и панчлайну Я тебя уверяю, я бы там под ноль его просто победил Я думаю, люди как бы и не сомневаются, что... Очень много подписчиков в Санкт-Петербурге Это очень великая эта вероятность Очень много людей в Санкт-Петербурге на него почти подписано Если у него 600 тысяч подписчиков На него может быть и 60, и 100 человек в этом Питере Чтобы просто тупо посмотреть с ним, пофотаться и побухать Но это не означает то, что он как комик состоялся В отличие от тебя, Дмитрий Кравченко, блядь Он же, типа, у него, короче, шутильное образование, как я понял Он парадоксы, он парадоксы раскладывает Он сидит с таким видом, раскладывает реально, типа, что он все Мы же с тобой, видишь, не сочиняли парадоксы, не, типа, эти Блядь, я тебе больше скажу, я даже не знаю, что это, нахуй Не знать не хочу Диковатый, диковатый Ладно, ребят, мы пока на стриме у Балагура останемся Че-то у меня перестало получаться Этот вратарь вообще не пропускает Сука Если не подошел, то мне... О, подошел Кстати, драки все-таки есть в этой игре Я думаю, вы обратили внимание Факт ГГ пишет, да Хватит скидывать хохотулечку, не могу Не, ребят, это неудачник Человек просто неудачник Со своим взглядом дерьмовым Но, признаться честно, я почтен, что даже такой Великий комик, как он знает про то, что я работаю в Альдорадо Что на самом деле неправда Я это придумал На самом деле, я вообще в жизни не знаю Ты знаешь, меня с таким типом видом скинули вообще Не, видишь, ты знаешь Я тебе просто... Я просто объясняю Вот чувак думает, что, да, я там Историю из жизни затравил Да я даже не работал никак в Альдорадо Я написал эту шутку, придумал ее Это из сетапа, панчлайн И вся хуйня И разрушение ожидания Вот я разрушил только что ожидание Кравченко Он ожидал, что я работаю в Альдорадо А я в нем не работаю Это, блядь, уморительно Я даже не знаю, где находится магазин Альдорадо Про который я рассказывал А знаешь, чем он вообще занимается, вот этот человек, на канале своем? Сосет хуйня И по жизни? Не-не-не, на канале Обозревает квн Обозреваю квн Обозреваю квн А для чего? Почему? Почему? Ведь не решит Я всегда считал квн вообще конченным говном для студенток нахуй 17-летних Нормальный человек от этого переться не может Мы начинаем пвн Ну, чё-то, короче Походу Блин, на этом матче мы и выйдем в меню Искать продолжительности периодов Там сложности Ну, сложно, ну, долго И меня уже начинают дрючить А я так и не понял, как тут забрасывать шайбы Они, типа, бросают, куда им вздумается Мой вратарь всё пропускает Мне даже легче, на самом деле, отдавать своему партнеру Он как-то забивает-то получше, чем я В 90-х не было альтернативы квн Я тебе больше скажу В 90-х, блядь, Петросян был намного смешнее, чем квн С его концертами на первом канале А сейчас они каждую неделю там клепают Это кривое говно И там реально, ну, это вообще уже сифос полный А тогда нормально было Уж получше, чем квн Ты посмотри, заблати Скетчи из 90-х, над которыми ты усылался тогда в квн На Глустяна там, своего гадя и, блядь И ты, наверное, решишь, что это вообще умственно отсталое говно какое-то А тогда это считалось прям верхом Сейчас многие люди, я тебе говорю, до сих пор Этого гадю, хренадю Этих, постят у себя И я вообще не понимаю По-моему, уже даже Глустяну было бы стыдно от этой гаде Не помню ни одного реально хорошего номера, блядь Или Сальто Дельчево Выходит чувак и 20 минут, блядь, ну и ту же херню несет В стиле, блядь, райкинских монологов 50-х годов, блядь Чушь это все, ребят КВН от Лукао Вот Камеди Клаб, вот это да Дааа, как про жопу-то разрешили шутить Жопа, хе-хе-хе Давай В жопу, блядь, и наркотики, сука Наркотики, жопа, жопа, наркотики Что у вас, Гарри? Что у вас во рту? варвар 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 в достаточного варвара в этот период данный в может быть так что парадигму изобрели как ты считаешь как звучит как звучит блять Блять. Пишет, Задорнов раньше был хорош. Задорнов был хорош, пока они реально, типа, ну, занимался составлением шуток. А вот как только он придумал эту телегу, мне прислали письмо... Да, чувак, тут проблема в том... Задорнов, кстати, придумал самую уникальную систему отмазки от пиката. Да, пиздите с интернета, наверное. Который, типа, если что, это мне люди прислали, это не я украл, это люди мне прислали. На самом деле, меня он начал бесить еще, когда он строчки из песен начал выдумывать, такой вот хуйней заниматься. Но люди прислали, это тоже бесит. Но проблема-то его основная, что он стал сектантом каким-то. Ну, типа, он поехал на какой-то секте родноверов или еще какой-то хуйне. Ты не видел у него последние встречи, короче, с этими, ну, с фанатами? У него реально там дичь, в каком-то было встрече, ну, чуть ли не поле, там, чуваки все в этих, в русских народных прикидах. Я такой, ебаный, брат, это юмориста сходка или, блядь, куклы-куклы? Не, он там уже гуру давно. Ну, человек съехал на религиозной теме, какая разница? Это уже и не интересно, и не весело, блядь, и печально все очень. Блядь, только сел за контроль вара, а одни агроколоды пошли, попробуй на темп мага пересесть. Ну, блядь, срать от слова «ра» действительно так и есть, типа, ну, когда срешь и сидишь, и типа, сра, уединяешься, да. Срака, сра капает, что капает, говно капает, говно капает, а ура его не остается, очищение проходит. Поэтому срака, оно положительное слово, оно символизирует очищение.